Стена под ключ. В Госпогранслужбе заявили, возведение сооружения на украинско-российской границе в Харьковской области завершено. Работы продолжаются на других участках в Сумской и Луганской областях. Вот только денег на завершение стройки века нет. Как обстоят дела на границе, узнавала Светлана Шакера. Строительство знаменитой стены на территории Харьковской области завершено. Об этом заявил глава Госпогранслужбы Виктор Назаренко. Теперь вся техника переместилась восточнее, на границу в Луганскую область, и севернее, в Сумскую. Ров, за ним вал, контрольно-следовая полоса и ракадная дорога. Так должен выглядеть европейский вал и на Сумском участке. Здесь в 2015-м успели вырыть 35 километров оборонительного рва. И на этом все. Денег на дальнейшее строительство нет. Проект стены, на данный момент, на территории Сумской области еще не реализованный. Мы ждем финансования в этом росте. То, что стройка продвигается очень медленно, признают и в Госпогранслужбе. В этом году из ожидаемых 200 миллионов получили лишь 30. Это меньше пятой части. Денег с каждым годом выделяют все меньше. Да и те, что дают, не всегда идут по назначению. Общественники подсчитали. В 2015-м четверть выделенных средств попросту украли. На фиктивные фирмы было перечислено 69 миллионов гривен. Из 325 выделенных в 2015-м году. Бестоварная поставка. Просто заключаются документы. А работы фактически не выполняются. И материалы фактически не поставляются. Нардеп Елена Сотник лично инспектировала стену летом прошлого года. Потом изучила засекреченную проектно-сметную документацию. И у нее возникли вопросы. С просьбой провести проверку депутат обратилась в НАБУ. Поэтому я очень надеюсь, что там будут проведены належные аудиторские проверки, проверка экспертизы будильной документации и ответственности будильной документации тем подрядным договорами, тем ценам, которые там вказаны. Ответа от НАБУ пока нет. Эксперты же сомневаются в целесообразности столь дорогостоящей затеи. На Харьковском участке, оборудованном и сенсорным кабелем, и системой видеонаблюдения, стена стала преградой лишь для контрабандистов. Проект «Стена» предназначен для того, чтобы взять под контроль порядок пересечения границы. Если же, допустим, пойдут танки БМП или БТР, то БТР и БМП вряд ли, а танки вполне возможно преодолеют это препятствие. Нет ли зияющих дыр в уже оборудованном Харьковском участке границы, волонтеры и депутаты отправятся проверять в ближайшие дни. Светлана Шекира, Ирина Романова, Богдан Вербицкий, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер.